Александр Седых Наблюдая за выражением лица зрителей, покачала головой и устало произнесла «Я не волшебница». Всего лишь обычный вызов духа семьи. Любая настоящая гадалка может это сделать. Разве что пришлось доработать рекомендации по ритуалам, чтобы духа видели посторонние. Звук отпадения ручки из кармана пиджака деда, когда тот потянулся за носовым платком, прозвучал как раскат грома. И дух доказал, что Тим жив. Недоверчиво смотрел на меня дед, пытаясь вытереть выступивший на лбу пот дрожащей рукой. Хотя от исчезнувшего призрака тянуло могильным холодом, старика бросило в жар. «Вон, спросите у невестки». Кивнула я в сторону Лики, таким образом переводя стрелки на нее. Теперь она должна чувствовать нити судьбы, связывающие родственников. Странно, но сразу после твоих слов уловила нечто такое. «Трудно объяснить. Как будто два теплых лучика упираются мне в сердце». Вышло из оцепенения и задумчиво посмотрело мне в глаза Лика, прижимая руку к груди. Судя по записям в различных трактатах, каждый человек ощущает родовую связь по-своему. В данном случае один лучик — это я, второй — отец. «Пока получу идет тепло, мы живы», — придумала я подходящее объяснение. «На самом деле связь работает гораздо сложнее. Нужно лишь уметь ею управлять. Лике еще предстоит этому научиться». «Откуда ты все это знаешь?» — задумчиво рассматривал внучку дед. Ронис Крой, конечно, знал, что девочка уникальная, но не настолько же, чтобы разговаривать с духами, да еще и показывать их другим людям. Недавние события можно объяснить специальным внушением или трансом, но слишком уж реалистично выглядело произошедшее. К тому же старик пребывал в абсолютной уверенности. Без подготовки провернуть ритуал с внушением невозможно. А ведь он мог поручиться, что подготовки не было. Девочка начала действовать сразу после прибытия. В инфосети можно и не такое откопать. Нахально ухмыльнулась я. «Кажется, надо срочно отвлечь родственника и переключить на другую тему. А то от вопросов отбою не будет». Дала задание Аватару загрузить на рабочий планшет деда несколько листов текста с одного из томов по магии, найденных на электронных просторах сети. Работающих заклинаний там не было, но чертеж пентаграммы по вызову духов очень походил на созданный мною. «Дед, посмотри на планшет». Сбросил примерчик. «Как сбросила?» Озадачно затряс головой старик, пытаясь снять наваждение. Невозможно получить доступ извне к защищенной от взлома системе переносного имперского компьютера. Хотя внучка его ни разу не обманывала. «Да не переживай ты. Он у тебя включен, а я испытываю новейшую систему управления электронной техникой. Это экспериментальное устройство лаборатории концерна «Импульс». «Ну, не девочка, а прямо сундук с сюрпризами!» Озабоченно покачал головой дед. «Что за разработка? Почему мне о ней не сообщали?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю». Пожала я плечами. Возникла нужда в нестандартной технике для работы с компьютером. Отец свел меня с другом, Алланом Торсом. Это наша совместная работа. По мелочи помогала с основной задачей лаборатории, а он сделал устройство для меня. «Хм...» «И правда, книжка в архив добавилась», — пробормотал дед с недоумением пялись на экран планшета, вытащенного из внутреннего кармана пиджака. Ритуалы вызова духов описаны в третьей главе трактата. Картинка понравилась и решила поэкспериментировать. Как видите, получилось. Правда, более сложные формулы не проверяла. Слишком сильным холодом веет от потусторонних сущностей. Как бы, между прочим, подсказала деду, где искать информацию. Рисунок защитного контура в книге по внешнему виду очень походил на мой. Дед вряд ли смог запомнить всю испарившуюся пентаграмму. Вот так взяла и попробовала, и сразу все получилось. Недоверчиво разглядывал меня дед, оторвавшись от экрана. Сбить с толку родственника не удалось. Зря упомянула лабораторию. Данные по ней дед может запросить и позже, а вот с духами он раньше не встречался. «Ну, если у вас есть под рукой гений, можете поэкспериментировать. А мне год понадобился, чтобы добраться до духов», — скривилась я. Вот ни капельки не соврала маг жизни, на самом деле год разбирался с духами. «А почему твой призрак не сказал, где сейчас отец?» — продолжал приставать старший родственник. «Это же скрытые сущности. Вам любой медиум скажет. Они никогда не сообщают полную информацию. Это как предсказание, все туманно. Как на недоумка посмотрела я на деда. А вот нечего задавать глупые вопросы». Тим жив. «С ним все в порядке». Отрешенно, уставившись в стену, пробормотала Лика. «А что за зверек прыгал у вас по рукам?» Наконец подал голос Том. «Он знал обо мне чуть больше, а еще больше подозревал, поэтому разговор с призраком сразу принял за реальность. Не знаю. Пожал я плечами. Никогда раньше с таким не встречалась. Нельзя отказываться от подарков предков. Могут обидеться». А Лика стояла столбом, не понимая, что делать. Вот и пришлось поработать почтовым ящиком. И почти не соврала. Не имела до этого времени дел с божественным тотемом. «Что-то не могу собраться с мыслями», — буркнул дед. «Надо прийти в себя. Надеюсь, до завтра у вас больше ничего не случится». «Я присмотрю за Ликой. С экзаменами уже разобралась», — кивнула я. «Разговор угас», — задумчивый дед покинул комнату. Том удалился к себе, а мы с Ликой остались одни. «Ну что, мамуля, пошли учиться использовать подарок. Вся ночь впереди. А то будешь переживать по всяким мелочам». Подхватила мачеху под руку и подтащила на буксире в ее комнату. «Сказать-то легко, а вот сделать...» «Но скажите на милость, как я должна кого-то учить, если сама знаю о тотемах кутсую теорию?» «Это об обычных, а про божественные вообще молчу». «Самой нужно сначала сориентироваться с неожиданным подарком». Разбирались мы с этим новым приобретением до утра. Лика сильно удивилась, когда почувствовала в голове мысли, принадлежавшие не ей. Дар богини, как я и подозревала, оказался мыслящим существом и совсем не ящерицей, а призрачным драконом. Даже предположить не могу, откуда боги их достают. Не может в реальном мире водиться призрачная, да к тому же и разумная жизнь. К сожалению, магическими возможностями дракоша пока не обладала. Да это и понятно. Чужие заклинания в мирах хаоса работают нестабильно. Тотем относится к чужому миру, а я уже здешняя. Но данное обстоятельство никоим образом не умаляло возможностей подарка. Внутренний мир носителя находился под его полным контролем, и это много чего значило. Одно только управление полными возможностями человеческого организма дорогого стоит. Мгновенно отрастить хвост не удастся, но убить нас теперь ой как непросто. К тому же можно использовать дракошу как небольшой магический накопитель. С янтарем он не сравнится, но лишней или избыточной силы не бывает. О здешнем мире тотемы знали многое. Скорее всего, богиня переписала в них часть памяти от матери. Так что дополнительного обучения для зверушек не понадобилось. Моя дракоша пришла в восхищение, познакомившись со слегка туповатым, но быстро думающим аватаром. Уж не знаю, что там призрачная ящерица творила в моем сознании, но к утру ей удалось переварить аватара со всеми потрохами, приобретя его функции и возможности и превратиться в реального из кино из фантастических фильмов. Насколько я разобралась, хитрая зверюшка не зря старалась. Заполучив подчинение в виртуальный компьютер, она обрела способность изменять и достраивать себя. Осталось подождать и выяснить, к чему это приведет, поскольку реально спрогнозировать возможности объединенной четверки, девочки, мага, аватара и дракоши, даже с помощью общего сознания не получалось. Едва уснула под боком улики после ночных бдений, как в комнату вбежал взволнованный Том. «Синта, поднимайся, у нас плохие новости». Осторожно растормошил он меня, чтобы случайно не разбудить мачеху. «Они не могут подождать хотя бы пару часиков? Дай хоть немного полежать в кроватке». Приоткрыв один глаз, недовольно проворчала я. Вылезать из уютной постели не хотелось. Слияние с тотемом отняло много сил, да и мачехе пришлось помогать. «Скоро лежать будет негде», продолжал трясти меня, как безвольный мешок Том. Прикатил какой-то юрист судебной команды и описывает имущество. «Эх, ну что за напасть? Придется вставать и идти разбираться. Юристам нельзя давать волю. А то такого напишут. Потом кучу времени по судам таскаться придется». Быстро упаковавшись в любимый комбинезон, поспешила за Томом. По дому ж ныряли темные личности, и мне это сразу не понравилось. Радовало одно. Их сопровождали сотрудники, нанятые отцом охранной фирмы, ни на мгновение не теряя из виду. Управляющий привел меня в приемную, где, развалившись на кушетке перед камином, на любимом папином месте, восседал тощий лысый объект неопределенного возраста. У дверей замер наш водитель Марин. Он с кислой гримасой наблюдал за посетителем. «Кто вам позволил врываться в дом?» Зло посмотрело я на незваного гостя. «Это что за фрукт?» Недовольно скривившись, взглянул лысый на Тома, полностью игнорируя меня как малолетку. «Дочь хозяина», — коротко ответил тот. «Вот что, девочка, насколько мне известно, здесь проживает твоя мать. Позови ее!» Мельком бросив на меня взгляд, процедил сквозь зубы мужик. Снова повернувшись к Тому, он продолжил. «Вообще не понимаю, зачем привели сюда ребенка? Я просил доставить хозяйку!» Пришлось подключать аватары и быстро вспоминать вычитанные в сети законы. «Если вы настоящий представитель какой-либо юридической структуры, то прежде чем соваться на территорию чужой частной собственности, должны ознакомиться с особенностями владения». Быстро успокоилась я. С просонья что-то мозги не варили, или дракоша все же до конца с аватаром не разобрался, поскольку даже сама пока не представляла, что такое создала в уме. «Что же я не учел?» Нагло ухмыльнулся мне в лицо гость. «Домом я владею наравне с мачехой. Мне уже 12 лет. И вообще, поскольку вы здесь находитесь без разрешения владельцев и без постановления суда, прошу покинуть помещение, иначе буду вынуждена приказать охране выкинуть вас принудительно». Моя гневная тирада не произвела должного действия на продолжавшего криво ухмыляться козла. «Сегодняшние действия и производятся для обеспечения судопроизводства», не меняя положение на диване, отозвался мужик. «Ваш отец нарушил прямой приказ вышестоящего начальства, в результате чего погиб и нанес ущерб фирме. Для возможного возмещения вреда и производится опись имущества». «Это не повод грубить хозяевам», — покачала я головой. «Где соответствующие бумаги?» «Я показал имеющиеся документы вашему управляющему, этого достаточно. Буду еще со всякой мелочью разговаривать», — отмахнулся мужик. «Марин, выбрай за ворота эту невоспитанную личность». Приказ прозвучал неожиданно для всех. Разве что Том, с каменной маской на лице, наблюдавший за разговором, ожидал нечто подобное. Охранник думал недолго и почти сразу двинулся в сторону гостя. Тощий очнулся, когда мускулистая фигура уже нависла над его телом. «Я буду жаловаться! У меня есть распоряжение администрации!» Визгливый голос посетителя отразился от стен. «Разговор записывается. Администрация не давала вам права грубить хозяеву. Суд пока не вынес решение, и я, как хозяйка, имею полное право выгнать вас с применением силы». Безразлично, пожалуй, я плечами, когда Марин с довольной улыбкой сгреб хама за шиворот. Предупреждение о записи произвело на гости впечатление. Какой бы он ни был нахальный и самодовольный, унижать ребенка, достигшего возраста юридической дееспособности, не имел права. Возможный встречный иск в суде не сможет навредить открытому делу и начальству, а вот ему грозит солидным штрафом. «Прошу прощения! Меня ввел в заблуждение ваш возраст!» Сразу заявил тощи, пытаясь вывернуться из железной хватки охранника. На вопросительный взгляд Марина слегка махнул рукой, и он отпустил субъекта с недовольным видом, вернувшись к прежней позиции у входа. «У Тома пискнул телефон. Это я через аватара отправила сообщение, чтобы парень принес сюда коробочку со стола в моей комнате. Том озадаченно посмотрел на меня. Я ведь никак не могла отправить послание, стоя перед ним. Пришлось кивнуть для подтверждения. Управляющий понимал. Просто так я ничего не делаю, поэтому молча покинул помещение. Его быстрые шаги затихли в коридоре. «Давайте документы, подтверждающие ваши полномочия». Протянула руку гостю. С опаской поглядывая на охранника, тот, без лишних припираний, вручил мне листок бумаги, вынутый из внутреннего кармана. Би Снор, юрист компании «Заря», с большим вниманием стал рассматривать молодую хозяйку. Обычно начальство поручало ему задания, при исполнении которых необходимо было морально подавить клиента. Для чего это делалось, исполнители не сообщали, но платили за работу весьма хорошие деньги. В данном случае обычная техника психологического воздействия дала сбои. Если управляющий легко поддался влиянию, то с девочкой фокус не получился. Бейс не любил работать с детьми. Никогда не знаешь, на что способна неокрепшее сознание. В данном случае юрист сделал вывод, не повезло еще больше, нарвался на избалованную психопатку. Судя по тому, как отреагировал охранник на приказ девочки, ей здесь все подчинялись беспрекословно. Учитывая полученную ранее информацию о семье, ребенок рос без влияния родителей. Психика вполне может быть нарушена. А безразличный взгляд, которому дарила гости молодая хозяйка, лишь подчеркивал такой вывод. Документы гость предоставил нормальные. Предписание на оценку поместья выдала районная администрация по требованию юридической организации, официально ведущей дела фирмы, в которой работал отец. Здесь все законно. Но контора не проверила возможные обстоятельства, препятствующие такому решению. Их можно понять. Кто же подумает заглянуть в реестр ордена носцев империи, тем более разыскивая там ребенка? Какой ущерб нанес отец фирме? Перевела я взгляд на тощего субъекта, который так и не представился, хотя имя юриста имелось в документе. Тот все это время озадаченно разглядывал меня. Личный счет Тима Кроя временно заблокирован для снятия денег. На нем находятся 22 миллиона империалов. Истец уничтожил спускаемый челнок стоимостью 28 миллионов. По закону положено описать имущество должника для возможной компенсации в случае положительного решения суда. Подробно пояснил гость. Недостающие 6 миллионов перечислены на отцовский счет, поэтому можете забирать своих людей и выметаться из моего дома. Недовольно фыркнула я. Дотянуться с помощью аватара до собственного компьютера и перевести деньги не составило труда. Но этого не может быть. С недоумением таращился на меня тощий. «У вас есть планшет, проверяйте». Безразлично отозвалась я. Юрист достал переносной компьютер, зашел на сайт своей фирмы и стал копаться в таблицах. Пароль я запомнила. При осложнении в отношениях стоит потом навестить контору. Что-то слишком быстро юристы зашевелились. Не чисто это дело. Деду информация о случае с отцом пришла невероятно быстро. Берут сомнение, что так оперативно сработала бюрократическая машина государства. Не будь меня, Лике вчера было бы очень плохо. В любом случае, дед бы покинул поместье, а утром нагрянули гости со своими претензиями. Боюсь, мачеха встречала бы день в больнице. Может, я себя и накручиваю, но кому-то девушка сильно не нравится. Все правильно. Запинаясь, выдохнул юрист, наконец вынырнув из сети. Деньги получены, но отмены приказа начальства я не получил и обязан продолжить процедуру. Победный взгляд служителя закона от меня не ускользнул. В таком случае вынуждена задержать вас помощниками для передачи в руки полиции. «Думаю, штрафа в пару миллионов будет вполне достаточно, чтобы урегулировать конфликт с вашей фирмой». Слова сопровождались вполне добренькой людоедской улыбкой. В комнату вошел Том с коробочкой. Не мог парень не заглянуть туда по пути, поэтому гримаса удивления прописалась на его лице. Обнаружить дочь хозяина дома в рядах сотрудников внешней разведки, да еще и с имперской наградой в придачу, он никак не ожидал. Про орден Том слышал от моего отца, а вот военное ведомство оказалось для него новостью. Я кивнула на заметно утратившего спесь наглеца. Том передал посылку. «Би-снор» еще не отошел от слов девочки о задержании. Упоминание о миллионах больно резануло слух. Что еще может придумать эта ненормальная? Юрист машинально принял коробку. Ничего не оставалось, как открыть и посмотреть, что за бомбу ему подсунули. Хотя на бомбу объект не походил, слишком легкий, да и хозяева комнату покидать не спешили. Всего лишь небольшая гербовая бумажка оказалась гораздо сильнее бомбы. О самой секретной службе государства ходили невероятные слухи. А награда девочки вообще привела клерка в трепет. Орден-оносец запросто мог позвонить императору. А с такой жалобой соответствующие службы разбирались очень оперативно. Би-су стало трудно дышать. На лбу выступил крупный холодный пот. Теперь до него дошли слова девочки об особенностях владения. Несмотря на ошибку начальства, в случае жалобы козлом отпущения сделают именно его. Если и проверяли членов семьи на особые условия, то про девочку вряд ли кто думал. Юридический прокол на лицо. Сразу стало понятно, почему его людей повсюду сопровождают массивные охранники. Холодок пробежал по спине юриста. Девочка вполне может отдать приказ стрелять на поражение, и ей за это ничего не будет. Вторжение на территорию имперской семьи, которой принадлежали все владельцы Ордена Розы Ветров, каралось очень строго. «Прошу извинения», — склонился в поклоне Би-с. «Мы всего лишь действовали по инструкции. Об ошибке срочно сообщу руководству. Чем могу загладить вину?» Я посмотрела на раскаившегося грешника. Человек на самом деле пребывал в панике. В ауре гуляли соответствующие волны эмоций. «А ведь мне может понадобиться крючкотвор». Пока гость разбирался со счетами отца, подсмотрела его послужной список. Проигранных дел у него единицы. «Наша семья не будет требовать компенсации за вторжение. Но при случае лично вы будете оказывать мне официальные юридические услуги». За соответствующую плату, конечно. Я вопросительно посмотрела на гостя. Понравилось, что отвечать сразу тот не стал. «Не дурак. Оценивает последствия такого соглашения». Судя по быстро нормализующейся ауре, предложение его более чем устраивало. Что он тут же и подтвердил, молча передав свою визитную карточку. «Мы можем беспрепятственно покинуть дом». Уже более уверенно посмотрел на меня юрист. Я лишь кивнула в ответ. В сопровождении Марина гость удалился, вернув коробочку с наградой Тому. «Недавно дед притащил. Больше рассказывать нельзя, не моя тайна». Ответила на вопросительный взгляд родственника. Вопрос с чужим вторжением решился. Хотя личный кошелек и облегчился на некоторое количество честно заработанных денежек. Что же натворил отец и куда делся? Дух так и не дал ответа на этот вопрос. Придется решать вопрос доступа к информации собственными силами. Нанявшая отца фирма добровольно, с секретными сведениями не расстанется. Вон, даже деду дали самую краткую сводку о гибели папы. Голова, похоже, не работает. Сказывается ночное перенапряжение, стоило хоть немного поспать. С чистой совестью отправилась обратно в кровать. Глава первая След врага Что же за день такой? Второй раз грубо вытаскивают из постели. А такой красивый сон снился. Теперь меня, как куклу, тряс дед. Что ты со мной сделала? Недовольно посмотрел он мне в лицо, едва я приоткрыла глаза. — Еще одно такое потряхивание, и ты пожалеешь. Угрюма пробормотала я, не пытаясь вырываться из цепких рук разгневанного дедули. Дед осторожно опустил меня на кровать. Хм, старик злится, но в адеквате. Ха, уже жалею о былых днях спокойной старости. С такой внучкой и до безвременной кончины недалеко. Фыркнул родственник. Несмотря на недовольное лицо, аура горела интересом. Ах, ну что еще случилось? Вздохнула я, нехотя усаживаясь на кровати. Ах, ты бы прикрылась. Скоро по формам младшую жену догонишь. Немного смутился дед? Прав, старый развратник. Старая пижама становится маловато. Кое-что на груди слишком выпирало из-под натянувшейся материи. Эластичный материал не скрывал появившихся форм, а лишь подчеркивал их. Жди в отцовской приемной, буркнула я. Для встречи гостей спальный костюм не рассчитывался. Старик быстро ретировался. Чтобы быстрее привести себя в порядок, параллельно с переодеванием, проделала короткий комплекс дыхательных упражнений. Применять заклинания после ночного перенапряжения не хотелось. Дракоша-аватар что-то одобрительно залопотала по поводу правильного решения. Стоит ли очередная беда того, чтобы вытаскивать усталую внучку из теплой постели? Уже беззлобно поинтересовалась я, бесшумно возникая на пороге отцовской приемной. «Проблем с тобой, море!» Оторвавшись от раздумий, посмотрел на меня дед, сидевший на диванчике у стены. «Ну-ка, иди поближе!» Он похлопал рукой по месту рядом с собой. «Проблем или вопросов?» Тяжело вздохнув, уточнила я и направилась к родственнику. «И того и другого!» Улыбнулся старик, когда я приземлилась на диван. «Для начала скажите, госпожа, чем опоили старика, что он ни слова не может сказать собственному императору?» «А должен?» Риторически ухмыльнулась я. «Клятву давал?» «Хранить секреты семьи?» «Вот теперь получи и распишись!» «Это прямо психологическое программирование какое-то!» В полголоса пробормотал дед. «Во-во, оно и есть, но дух предков ему еще и силы добавил. «Секреты рода не должны выходить за границу семьи!» Серьезно кивнула в ответ. Врать деду не было необходимости. Клятва секрета и есть программирование сознания. Да и не увидел бы дед призрака без проведения для него семейного ритуала. «Почему ты так и подумал, что все свалишь на призрака?» Удрученно вздохнул старик. Попытка рассказать императору о том, что Тим жив, провалилась на корню. «Даже соединиться по мобильнику не получилось. Рука не поднималась. Вот что прикажешь делать?» Придумал сложности на пустом месте. Фыркнула я. «Разрешаю сообщить эти сведения императору без подробностей. Можно рассказать, что данные получены в результате спиритического сеанса, что, в общем-то, и происходило на самом деле. У нас с Ликой достаточно прочные ментальные связи с моим отцом, а ее мужем, чтобы почувствовать, что он жив. Где находится, сказать не могу, не знаю, но что в полном здравии могу поручиться». «А ведь и вправду чувствую. Уже могу кое-что рассказать Курту». А задача напокачал головой дед. «Ладно, с этим пока разобрались. О каком наезде на семью тут толковал Том, пока тебя не было?» Пришлось рассказать деду об утреннем визите сотрудников юридической конторы. Думал родственник недолго, но потому, как изменилась аура, стало понятно, что старик в ярости. Меня не могла обмануть его неизменная маска спокойной заинтересованности на лице. «И чего без толку злиться? Наломаешь дров сгоряча, потом жалеть будешь». Прямо посмотрела в глаза собеседнику. Дед медленно вдохнул и выдохнул. Аура ярости заметно притухла. «Кто-то умело манипулирует событиями». Задумчиво глядя на меня и не пряча глаз, проворчал он. «Еще вчера обратил внимание, что слишком быстро, еще до окончания поисковой операции, ко мне попали сведения о гибели Тима. Теперь представь, что бы произошло, не вмешайся ты вчера. Лика в шоке и в угнетенном состоянии, а уже утром она без денег и на грани выселения из дома. Из-за проклятых аристократических условностей я бы не смог быстро снабдить девушку деньгами». «Намекаешь, что атака направлена на ее ребенка?» — догадалась я. Нечто подобное мелькало в мыслях утром. А ведь и правда, ребенок мог пострадать. Если воюют против меня, это одно. Сильных противников можно уважать, но когда пытаются убить неродившееся дитя, это уже за гранью добра и зла. Таких уродов нужно уничтожать, чтобы другим неповадно было. Рано или поздно, но до них доберусь. «Кто вам сообщил о смерти сына?» Задумчиво поглядывая на деда, поинтересовалась я. «В первую очередь об этом подумал», кивнул старик. «Но здесь все чисто. Срочные сообщения о необычных событиях передаются вне очереди. Данные передал мой человек из службы, контролирующей работу экспедиции. Утечка на сторону произошла здесь, и кто-то подсуетился, сразу подослав людей из юридической конторы. Не удивлюсь, если скоро проявится еще один шаг нашего недоброжелателя. Дам-ка задание начальнику охраны. Проверить все, связанное с поместьем, за эти два дня. «Враг нам противостоит очень умный и подготовленный. Мы до конца так и не разобрались с историей, в которой погибла твоя мать. Все нити, ведущие к заказчику, оказались оборваны. Люди, как-либо с этим связанные, так или иначе расстались с жизнью. Значит, враг шагает к какой-то цели по трупам», зло прошептала я. Это ему припомнится. «И давно», — задумчиво кивнул дед. «Мелькнула странная мыслишка, но она требует проверки. Оставим пока эту тему. Вернемся к нашим экспериментам. Вытащили мои люди вчера из постели твоего Алана Торса и устроили небольшой допрос. По результатам пришлось писать срочный запрос в имперскую безопасность о переводе лаборатории под усиленный контроль. А электронщик признался, что идея ментального управления устройствами твоя». Где-то не сводил с меня напряженного взгляда. Да она и так плавала на поверхности. Пожала я плечами. Оставалось определить зону ответственные за те или иные действия в мозге. Для экстрасенсы это не такая уж сложная задача. А я этим занималась потому, что надоело щелкать клавишами, если большинство действий можно спокойно делать мысленно. Система команд совсем небольшая и полностью определяется сигналами мозга. «Опять выкрутилась». С досадой махнул рукой дед с легкой улыбкой на лице. «Нечто подобное нам и рассказал электронщик. Но ведь никто не подумал раньше об этом. А пришла моя внучка и предложила простое решение». «Ничего себе простое!» Недовольно буркнула я. «Три года штудировала электронику, чтобы создать экспериментальную схему. Будь у меня подходящие условия, вообще бы ни с кем не поделилась, сама себе сделала бы нужные устройства». «Верю!» Рассмеялся дед. Закончив улыбаться, он поинтересовался. «Как там невестка?» «Нормально», — пожал я плечами. «Отсыпаться весь день будет. Ребенку теперь ничего не угрожает. Подарок духа — вещь непростая. Защита предков рода гарантирует жизнь потомкам». «Хоть в этом вопросе порядок», — вздохнул старик. «Но куда же подевался этот негодник, мой сын? Вечно выкинет фортель. А потом думай». В ответ лишь покачало головой. «Мне тоже неизвестно, где отец. Будь у него копия тотема, можно было поговорить, но тотем передается лишь при личной встрече носителя. Придется некоторое время пребывать в неизвестности». Раздух сказал, что все будет хорошо, но не скоро, так и случится. Сущностям потустороннего мира во многом известно будущее. Будем и мы надеяться на удачную ветвь вероятности. Хотя деда не получил ответа на все вопросы, но уехал к себе довольным. Похоже, побежал на доклад к императору. Посмотрим, что из этого получится. Про Алана они бы все равно скоро узнали, а сейчас получили сведения через меня. Для меня это плюс». До конца дня срочных авралов больше не случилось. Привыкала к изменившемуся в очередной раз аватару и приводила в порядок домашние дела. Заодно обновила некоторые вещички из гардероба. Больше не придется краснеть из-за оставшей слишком тесной пижамы, даже если нежданные посетители возьмут за правило вытаскивать меня из кровати по нескольку раз в сутки. Вечер того же дня. Резиденция рода Крой. «Господин, ваши предположения подтвердились», — довольно поглядывал начальник службы безопасности, Дорх Тиссон, на главу рода. «Какие? Не тяни! Что за манера? Хвалить начальство и не сообщать нужную информацию!» Раздраженно проворчал Ронис Крой. Дед Синты пребывал в отвратительном настроении. Мало своих дел с соседями, так еще семья сына работы добавляет. Сын исчез, внучка озадачивает, проявился старый враг с непонятными целями. Информационная атака направлялась против вашей невестки. Цель — спровоцировать сложности со здоровьем и ребенком. В поселке недалеко от поместья обнаружен сгоревший автомобиль с раскраской скорой помощи. «Скорее всего, сотовая станция находилась под контролем преступников. В случае вызова к дому бы подъехала именно эта машина», — отрапортовал безопасник. «Думаешь, похищение? Но зачем?» — с недоумением смотрел на подчиненного Ронис. «В последнее время за Ликой и Синтой постоянно присматривает множество народа. Просто так похитить или убить такую цель затруднительно. Если бы не странное вмешательство вашей внучки, операция противника имела все шансы на успех. Боюсь, невестка не дожила бы до следующего дня. Кому-то она очень мешает. Но сразу признаюсь, аналитики службы в недоумении. Непонятно, зачем убивать девушку. Претенденток на место жены вашего сына вокруг не наблюдается. К тому же сейчас Тим вообще числится погибшим». Дорх, вытянувшись, ожидал решения главы рода. В кабинете повисла напряженная тишина. Ронис Крой долго пребывал в задумчивости. Своеобразный аналитический склад ума позволял анализировать сразу множество версий, постепенно отбрасывая слишком слабые. Здесь даже больше работало подсознание. Именно за эти качества император назначил старика ответственным за связи с соседней империей. Слишком много нюансов приходилось учитывать при выработке решений. Глава рода наконец очнулся. «Проведи анализ похожих случаев в других семействах империи. Можешь даже взять статистику соседей. Кажется, мы видим лишь узкую грань более широкого процесса. Именно поэтому аналитики в тупике. По одному эпизоду невозможно проследить тенденцию. Сделаем», — кивнул Дорх. «Что-нибудь есть по несостоявшимся исполнителям похищения?» Устало вздохнул старик. Напряженная работа мозга отбирала много сил, да и день выдался сложный. «Нет», — покачал головой безопасник. «Все следы уничтожил огонь». «Интересно другое. Медицинский фургон по сводкам полиции не числился в похищенных. Серийные номера на деталях качественно уничтожены. Я послал запрос по другим областям. Дай сигнал знакомым из профсоюза. Пусть попробуют найти след фургона. На полицию надежды мало». Дополнительно распорядился Ронис, движением руки отпуская подчиненного. Два дня просидела дома вместе с Ликой. Ничем заниматься не хотелось. Видно, дракоша отнимала огромное количество сил, окончательно устраиваясь в сознании. В таком же вялом состоянии находилась и мачеха. К тому же идти особенно некуда. Подруги в школе, до намеченной встречи с Алланом для настройки его устройства связи еще несколько дней. Из-за моих экзаменов договорились провести наладку чуть позже. Из состояния апатии меня вывел звонок директора казино «Звезда». Эрих срочно просил приехать. Взяв с Лики клятву никуда не выезжать с территории поместья, прямо с утра отправилась к Эриху. Марин подогнал машину охранного агентства. Нужно в будущем подумать о собственных колесах. Эта мысль уже не первый раз мелькала на периферии сознания, но руки никак не доходили до воплощения. Постовой на входе в заведение меня узнал и сразу кивнул на служебный проход. Не надо быть пророком, чтобы догадаться, что у начальства посетитель. В противном случае Эрих, как обычно, встречал бы меня на входе. Внутренний сканер пространства, пока сбоил, и определить, кто именно посетил управляющего казино, не получалось. Вежливо постучала и тут же просунула голову в приоткрытую дверь. С каких пор чудо-ребенок стал блистать вежливостью? Улыбнулся Эрих, махнув рукой, приглашая войти. Школа сказывается. Фыркнула я, просачиваясь в помещение. За столом напротив хозяина сидела знакомая личность. Узнать незадачливого вора, хотевшего подложить лики чужой планшет, было нетрудно. Темнота, сопутствующая нашей прошлой встрече, не помешала мне хорошенько запомнить незваного посетителя. Судя по всему, парочка дожидалась лишь меня. Варианты возможного задания уже завертелись в голове. Встревать в конфликт с законом не хотелось, поэтому придется тактично отказываться от работы. Эрих кивнул на стул, стоявший по другую сторону стола. «Почти никакого нарушения закона». Поднял руки Эрих, почувствовав мое нежелание связываться с криминалом. Он сразу догадался, что мне знаком основной род деятельности, сидящего напротив гостя. «Очень уважаемый человек попросил помощи в поиске странного медицинского фургона, не принадлежащего больницам города. Не буду скрывать имя заказчика. Это твой дед», — продолжил Эрих, не спуская с меня глаз. «Я-то при чем?» А задачи наглядела я на него, не пряча взглядом. Вариантов различных связей деда с фургоном возникло много, но Аватар быстро обработал вероятности и выдал наиболее подходящее объяснение. Слова хозяина кабинета меня заинтересовали. Автомобиль медиков хорошо вписывался в заключительный акт возможного похищения мачехи. Если бы не мое вмешательство в недавние события, Лике вполне могла понадобиться срочная медицинская помощь. «А вот кто бы ее стал оказывать?» Еще тот вопросик. Похоже, дед что-то раскопал. «Нашли мы странный фургон, въезжающий во двор дома с одной раскраской, а выезжающий из другой и, к тому же, с измененными номерами», — продолжил рассказ Эрих. «По обнаруженному адресу, под маской официальных сотрудников коммунальных служб, отправились специальные люди для разведки обстановки, но из дома они не вышли, исчезнув бесследно. По нашей просьбе, вчера ночью на объект отправились специалисты из детективного агентства и тоже пропали. Дома никто из них не появлялся и на связь не выходил. Сама понимаешь, заявить о пропаже при незаконном проникновении мы не можем». «Чем могу помочь я?» «То, что придется идти, уже понятно. Но интересно, чем обоснует мое присутствие Эрих?» «Думаю, тебе знаком специалист, сидящий напротив». Лукаво улыбнулся Эрих. «Вопрос в том, что для проникновения в дом ему требуется помощник. Одному тем ходом не пройти, а подходящего по габаритам сопровождающего с нужной квалификацией быстро найти трудно». Я окинула взгляды молчаливого вора. Размеры его фигуры почти не превышали мои данные, разве что сухощавый старик чуть шире в плечах. Упираться и набивать себе цену не стало. Задание заинтересовало. Не зря дед проявил интерес к фургону. Причувствие говорило, что эта ниточка ведет к незримому врагу, а у меня накопилась к нему куча вопросов. «Когда идем?» Бодро кивнула, подтверждая участие в авантюре. «Сегодня ночью. Впервые подал голос вор. Нужны все данные. Посмотрела я на будущего напарника. Не буду мешать. Можете говорить, сколько нужно». С этими словами Эрик ретировался из собственного кабинета. «Чего это он?» С недоумением кивнула я на закрывшуюся за хозяином дверь, взглянув на молчаливого вора. «Профсоюз предпочитает не выдавать тайн посторонним». Криво усмехнулся старик, скосив взгляд на закрытую дверь. «Я же тоже посторонняя». Лукаво посмотрела я на собеседника. «Это же ты меня прихватила в поместье». Вздохнул старый вор. «Шаги у тебя необычные, легкие, ни с кем не перепутаешь. Так что ты уже не посторонняя». Со стариком мы быстро познакомились и просидели несколько часов, разбираясь с протертыми до дыр планами городского района, где располагался нужный дом. Чертежей старых коммуникаций не было больше ни у кого. Они существовали в единственном бумажном экземпляре у членов воровского профсоюза. Проходы остались с незапамятных времен, когда столица только-только начинала строиться, и трое частенько использовал их в своих целях. По древним канализациям я в этом мире еще не путешествовала. Старик коротко указал особенности пути по заброшенным тоннелям и подсказал, какое оборудование нужно взять для подобной миссии. Договорились с ним встретиться у одного из скрытых входов подземелья в районе нужного квартала. Марин отвез меня домой. Лики рассказала, что получила задание на ночь в казино. Почти не соврала. Через пару часов, уже со снаряжением, выбралась из рощи к шоссе. Там ждала машина, присланная Эрихом. Этот нехитрый трюк позволил избавиться от внешнего наблюдения, поскольку, как обнаружил аватар, днем за нашей машиной следовало минимум две группы сопровождения. На углу нужной улицы уже поджидал старик Трой, медленно попивая бодрящий напиток за стеклом ночного кафе. Заметив, как меня высаживает машина, и я ныряю в переулок, через минуту последовал за мной. Вход в подземелье находился в одном из подвалов. Все нужные ключи и отмычки входили в арсенал опытного вора. Так что проблем с проникновением у нас не возникло. Бесшумно просочившись в тесное и полутемное подвальное помещение, мы переоделись в подходящие костюмы, спрятав обычную одежду в специальных пакетах среди гор хлама, оставленного жильцами дома. Замаскированный люк входа в старые катакомбы прятался на полу у дальней стены. Специальным ломиком Трой приподнял его и сдвинул, открывая проход. Ну, двинули. Вздохнул старик, посмотрев на меня, добавил. Если заметишь что-нибудь странное, лучше спроси. Нехорошее у меня предчувствие. Без приключений не обойдется. Пойдем к объекту не напрямую, а по более старым коридорам. Я вспомнила карту подземелий. Древние проходы располагались на самых нижних уровнях катакомб. Их наполовину затопили грунтовые воды, и передвигаться по ним можно лишь со специальными масками и кислородными баллонами. Эту часть оборудования принес с собой старик. Когда нырнули в подземелье, пространственное зрение наконец включилось. Похоже, дракоша окончательно устроилась в сознании. Видимые зоны сразу подкрасились разными цветами в соответствии с уровнем опасности. Пока окружающее пространство светило зелеными оттенками спокойствия. Надев маски, мы ушли в нижние галереи. Кругом стояла тишина, нарушаемая звуком падающих водяных капель, кое-где сочившихся из незаметных трещин в потолке. Как ориентировался в хитросплетениях коридоров старик, я не понимала. Мне же помогал аватар, выдавая в сознании карту подземелий, совмещенную с реальной картиной окружения. Много раз приходилось преодолевать подводные сифоны и затопленные коридоры. Трой довел до нужной точки, ни разу не сбившись в пути. Только теперь я поняла, зачем вору нужен напарник такого же телосложения. В верхние галереи вели почти кротовые норы, расположенные на потолке. Добраться до хода можно, лишь встав на плечи друг друга. Зацепиться за край невозможно. Кирпич превратился в труху и при любой нагрузке грозил обрушением. Мой вес меньше, чем у спутника, поэтому ему на плечи взгромоздилась я. Трой снабдил меня специальной телескопической штангой. Протиснувшись в узкую дыру, пропихнула штангу вверх и превратила ее в широкий раздвижной якорь. Выбравшись на следующий ярус, по веревке вытащила напарника. Вдвоем мы легко преодолели два уровня катакомб. Неожиданно очередной проход наверх в сознание подсветился красным. Я остановила трое уже привычно подставившего плечи. Мне свет не нужен, но, как и напарник, я пользовалась специальным налобным фонарем. Впереди непонятная опасность. Едва слышно прошептала на ухо вору. Старик увеличил мощность фонарика и пристально стал рассматривать дыру в потолке прохода. Ты права. Кивнул он через минуту, задумчиво посмотрев на меня. Стенки немного чище остальной поверхности. Похоже, что совсем недавно лазом пользовались. Включив сканер пространства на полную мощность, попыталась заглянуть за толчу камня над головой. С трудом, но сделать это удалось. Природный материал сильно экранирует ощущения, на которых основано пространственное зрение. Не зря аватар поднял тревогу. На следующем уровне, возле выхода из дыры, на полу находилась какая-то коробочка, которая никак не могла быть в канализации. Поток дождевой воды должен смыть предмет при ближайшем ненасти. Наверху то ли мина, то ли датчик. Кивнула я на потолок. Поэтому и согласился на тебя в качестве напарника. В полголоса пробормотал трой. Здесь не пройдем, вздохнул старик. Придется искать резервные проходы. Обычно при создании катакомб ходов между уровнями делают больше необходимого. Неиспользуемые закрывают легкосъемными пробками. Ближайший такой переход должен находиться метрах в двадцати отсюда. Старик махнул рукой в сторону темного прохода. Присмотревшись с помощью аватара, я обнаружила в своде потолка заделанное отверстие в той стороне. Мы передвинулись к замаскированному люку. В очередной раз, взгромоздившись на плечи напарника, с помощью раздвижной штанги якоря, используя ее в качестве лома, разбила слабую кирпичную кладку. Аватар подсвечивал дыру успокаивающим зеленым светом. Теперь выше лишь подвал дома. «Кивнул на потолок старик, когда мы выбрались наверх». «Если хозяева защитили даже сточные проходы в нижней галереи, то все известные двери и люки и подавно будут под наблюдением», предупредила я старика. «Этот дом все больше походит на укрепленный бункер, чем на жилое строение». «Скривился трой. Придется аккуратно вломиться». Судя по планам, здесь когда-то имелись помещения старых туалетов. Скорее всего, хозяева давно подключились к городской канализации, а дыры в полу заделали и используют комнаты в качестве складов или кладовок. «Нужно тихо продолбить проход». «А если там бетон, то без шума не получится, проклятие. Есть в запасе термитная шашка, но от дыма избавиться не удастся. Наверняка наверху будет сигнализация, и, боюсь, не только пожарная». Размышляла я над задачкой недолго. Попасть в логово к возможному врагу просто необходимо, и без магии сделать этого невозможно. Придется кое-что показать вору». На предложение о клятве спутник сразу согласился. «Видно, подозревал о моих скрытых возможностях, хотя о последствиях ритуала вряд ли имел представление. Заклинание земли позволило легко проделать дыру в выбранном месте. Судя по ауре, старик пребывал в прострации. Похоже, ожидал чего угодно, но не ведьму и сказок в качестве напарника. От шока вор отошел быстро, в очередной раз предложив плечи в качестве трамплина. «Выбравшись наверх, мы очутились в небольшом складском помещении, больше напоминавшем военный склад. Автоматическое оружие запрещено для использования гражданскими лицами». Неуверенно пробормотал старый вор, осматривая арсенал. «Защищенный бункером тоже не положен», — скривилась я. Дверной проем подсвечивался аватаром в почти багровый тонн. Пространственный взгляд показывал набор непонятных устройств, закрепленных над входом в помещение со стороны коридора. Внутренняя структура оборудования не просматривалась, хотя дома я отлично видела, что находится в процессоре домашнего компьютера. Несмотря на возможность внешнего управления, подключиться к устройствам так и не получилось. Протоколы управления оказались совершенно незнакомыми. «Думаю, даже подходить к двери близко не стоило». Наконец, соизволила подать голос дракоша, молчавшая с ночи инициации. «Я выбрала себе имя Шоана. Не хочу отзываться на тотем, аватара, а тем более ящерицу. Могу обследовать пространство за дверью». «Синта». «И сама вижу решетку, перегораживающую проход, и пару охранников за поворотом». «Шоана». «Но ты не видишь внутренности аппаратуры, а я могу посмотреть, что это за штуки». «Синта». «Попробуй». С руки сорвалась призрачная ящерица. Полное отсутствие света, который мы временно отключили, пытаясь обдумать дальнейшие действия, позволило трою увидеть едва заметного призрака. «Это что за зверь?» В голосе старого вора сквозило немалое удивление. «Древний дух разведчика». Сообщила напарнику и ухмыльнулась про себя. «Шоана». «И вовсе я не древняя, наоборот, молодая». «Синта». «Ха-ха». «Мы об этом никому не скажем». Дракоша легко проникла сквозь стену и добралась до заинтересовавших меня устройств. Сразу стало понятно, почему сбоила пространственное зрение. Корпуса залиты какой-то вспененной структурой, создававшей преграду внутреннему взгляду. «Шоана». «Защита рассчитана противодействовать здешним экстрасенсам». В разум потекла информация от призрачной разведчицы. Правильно сделали, что сразу не сунулись к двери. Коробки оказались напичканы различными датчиками. Половину из них даже определить не смогла, хотя такое оборудование внимательно изучала по информации из сети. Дверей в коридор выходило множество, но все защищались аналогичными устройствами. «Здесь не пройдем. Везде стоят странные датчики. Таких даже в каталогах военных заводов не находила». Сообщила вору неутешительное известие. «А если опять вверх?» Кивнул Трой на потолок. «Да и по сторонам стоит посмотреть». Согласилась я, посылая Дракошу в разведку по смежным комнатам. Ближайшие оказались забиты какими-то химикатами и непонятным оборудованием. В одной из комнат располагался пост, и дверь в нее была дополнительно оборудована решеткой. Мне то помещение особенно не понравилось, поскольку там находилось несколько трупов. В другой комнате, располагавшейся сразу за решеткой, у внутреннего поста охраны спало два человека. Синта. «Вот черт! Надо было показать пленников старику. А как назло, никакой электроники с собой не взяли». Шоана. «Пожалуй, с этим я справлюсь. Возможности твоего странного аватара позаимствовала, поэтому и разбиралась так долго. Хотя разум у тебя невероятно быстрый». Синта. «Один из подарков богини». Шоана. «Да, они многое могут». Вынырнув из стены, ящерица превратилась в виртуальный экран, на котором показывалась комната с пленниками. «Никого из этих не знаешь?» Поинтересовалась я у напарника. «Люди профсоюза». Уже перестав обращать внимание на мои странности, пробормотал старик. Их посылали на разведку первыми. Они на самом деле работают в аварийной электрослужбе. Показала напарнику на экране другую комнату, пол которой был завален трупами. Этих не знаю, кроме парочки тех, что сверху. Они до нас нелегально пытались проникнуть в дом с крыш соседних зданий. Задумчиво рассматривая картинку, сообщил старик и с грустью добавил. «А с незванными гостями, в отличие от тебя, эти хозяева не церемонятся». «Как думаешь, парни, оставшиеся в живых, могли что-нибудь узнать?» Поинтересовалась я, вернув на экран тюремную камеру разведчиков. «Раз пока живы, то их окончательно не раскусили. А если держат здесь, то что-то лишнее они увидели». Стал размышлять вслух вор. «Идем к ним?» Решила я. Но сначала пришлось перестраховаться и применить к напарнику заклинание ночного зрения. Включать фонари не следовало. Кто знает, какая чувствительность у здешних датчиков. Может, свет сквозь стены видит. Бесшумно пробивая заклинаниями стены подальше от дверей, мы добрались до пленников. Интуиция заставила в очередной раз соблюсти осторожность, поэтому сначала набросила на комнату щит безмолвия и накрыла свободное пространство темным куполом, а лишь затем дала команду Трою включить фонарь. Об особенностях защиты напарника предупредила, окончательно превратившись в его глазах в ведьму. Все равно клятва не даст ничего рассказать другим. Пленники спали чутко. Едва зажегся свет, один из них сразу приподнял голову. Надо отдать ему должное, соображал парень очень быстро. Мокрые комбинезоны с остатками подземной растительности и маленькие фигуры указывали на незваных гостей, а не на хозяев. У них везде прослушка и видеокамеры, надо бежать. Встрепенувшись, быстро протрахтел пленник. «Не дергайся, парень, мы из профсоюза», — авторитетно заявил Трой, с превосходством разглядывая пленников. «С нами не пропадешь». «За что заперли в эти хоромы?» «Да мы и сами не знаем». Быстро успокоившись, пожал плечами тот, встав с ложа. Люди из преступного объединения просто так словами не кидались. Раз намекнули, что у них все под контролем, то так оно и есть. Пустили нас без проблем, охрана здесь какая-то заторможенная или обкуренная. Посмотрели на входе удостоверения службы, проверили по базе и пропустили в дом под наблюдением двух лбов с невероятной мускулатурой. Делая свою обычную работу, мы обследовали проводку на первом этаже. Сказав охране, что утечку не нашли и нужно посмотреть другой этаж, двинулись дальше. Половину этажа обшарили, пока не заглянули в очередную комнату и обнаружили там кучу работающих экранов. Это оказалась комната слежения. Мужик, сидевший в кресле перед мониторами, заорал на охранников на непонятном языке. Те быстренько скрутили нас и запихнули в эту камеру. Раз в день давали еду и на вопросы отвечали зуботычными. Вот и все. А начальство, значит, отсутствует. Задумчиво покачал головой трой. Взглянув в глаза разговорчивого парня, добавил. Это вас и спасло. Следующей паре разведчиков повезло гораздо меньше. Их сразу занесли в разряд врагов. А не вспомнишь, что было на экранах? Интуиция натолкнула меня на этот вопрос. Опа! Баба! Обернулся на голос парень, озадаченно почесав затылок. Разглядеть женскую фигуру под бесформенным комбинезоном было затруднительно. А наши физиономии не являлись эталоном чистоты после путешествия по подземельям. Эта баба завяжет вас узлом и не запыхается. Весело блеснул глазами старый вор. Хм, даже так. Неуверенно пробормотал парень. Я заметил. У меня хорошая зрительная память. Подал голос его напарник, вставший со своего места. Закрыв глаза для лучшего воспоминания, пленник стал перечислять. На двух мониторах виднелся какой-то парк. На третьем помещение, похожее на кабинет. На следующем чей-то парадный зал. По крайней мере, колонны были стали золотом. Еще пара экранов показывали комнаты с людьми и кучей компьютерных терминалов. Мужчина открыл глаза. Все. За другие картинки не поручусь. Эти дисплеи стояли прямо перед глазами, а другие располагались под углом. Разве что на крайнем виднелся нос военного морского корабля. Ничего себе. Гнездо чужой разведки. Вот это мы попали. Озадачина почесал затылок трой. Я уверен, что под гипнозом из этих парней можно вытащить гораздо больше информации. Не мешало бы самой заглянуть в эту комнатку, но, боюсь, потревожу какую-нибудь сигнализацию. Слишком она здесь сложная. Удирать с парнями в случае тревоги будет трудновато. Шоана. Основную задачу вы выполнили. Раз это чужая разведка, пусть соответствующие дяди разбираются. Синта. Если это мои враги, то за ними должок. А уточнить можно, побывав в той комнатке, о которой упоминали электрики. Надеюсь, там и компьютер с полезной информацией найдется. Шоана. Отправляй пленников в катакомбы. Старик выведет. Для побега можно выбрать более широкие коридоры. Прикрывать людей при срочном отходе у тебя сил не хватит. Заклинания земли и так очень энергоемкие, а мы кучу стен пропилили. Охраны в доме вполне хватит, чтобы прищемить нам хвост. В запасе, кроме метательного оружия, ничего нет. Можно покидаться огненными шарами, но, боюсь, тогда энергии на щиты не останется. А ведь нас будут расстреливать из автоматов. Старик. Выводи пленников. Без тебя не выберутся. Приказала Трою и протянула ему кислородную маску, болтавшуюся на шее. Как чувствовал, что запас пригодится. Проворчал старик, вытаскивая из рюкзака за спиной еще один дыхательный комплект. Сама ты выберешься. Нерешительно глянул на меня вор, стараясь не смотреть в глаза. Похоже, за этими гадами небольшой должок. Надо посчитаться. Следить за вами будет некогда. Зло буркнула я. Наверное, люди что-то почувствовали в моем взгляде. Возражать никто не стал. Я злилась. Накопленная на врагов злость требовала выхода. Возможно, удастся выявить кукловода, ответственного за нападение на мачеху. Чувствую, этот дом как-то с ним связан. Подробно расспросила пленников о расположении комнаты наблюдения. Немного не повезло. Она находилась над помещениями с другой стороны коридора. Напоследок, трой с чувством сжал мне руку. Отговаривать от авантюры даже не собирался. Опытный старик с шестым чувством ощущал исходящую от меня силу. Да и понимал, что я продемонстрировала еще не все возможности. Отправила людей в катакомбы и составила план операции. Шуметь все равно придется. Но стоило затруднить работу противнику. Сначала нужно подготовить декорации. Простейшими заклинаниями создала парочку миражей бывших пленников и подготовила мираж охранника, которого показала Шоана. «Один из пленников должен лежать на кровати, а вид второго скрывать меня от визуального наблюдения. Пора начинать». Для успокоения вдохнула, выдохнула и сняла магические щиты с помещения. «Эй, там, уроды! Дайте пожрать!» Забрабанила в дверь, имитируя голос одного из парней. С голосом теперь сложностей не было, хоть в певице записывайся. Шоана идеально управляла организмом. «Пойди, отключи говорилку». Услышала за дверью приказ с обостренным слухом. Щелкнул замок. Едва открылась дверь, и охранник сделал шаг внутрь, нанесла удар. Церемониться не стоило. Ауру урода с гипертрофированными мышцами хорошо рассмотрела. Она была похожа на жизненные поля боевиков, приконченных мною в роще при нападении на лечебницу. Спасти этих людей от заложенной программы уже невозможно. Нарушения в разуме необратимы. Им-то и жить осталось не так много времени. Теперь понятны слова пленника о заторможенности охраны. А я думала, что все люди в доме из иностранцев. Удар силой превратил мозги вошедшего в кашу. Подхватив падающую тушу, отбросила труб к стене, накинув на него образ пленника. Под личиной охранника повернулась и вышла из комнаты. Хорошо, что замки здесь неэлектронные. Сделала вид, что копаюсь замком. Ключ так и остался в руках трупа. Забрать у него железяку времени не хватило. Неспеша подошла ко второму дежурному. Тот почти дремал, сидя на стуле. Легкое касание в височной области отправило его в вечный сон. Все равно не имею личного энергетического запаса, на котором может отразиться убийство с помощью заклинания жизни. Страшненький из меня полумаг вышел. Пробурчав на всякий случай, что нужно отлучиться, под личиной охранника двинулась в сторону туалета. Это помещение как раз располагалось на нужной стороне коридора. Пробить заклинанием проход в соседнюю комнату не составило труда. Шуана отправилась на верхний уровень на разведку. В комнате наблюдения находился один человек, сидевший на стуле и напряженно уставившийся на многочисленные экраны. Хотя дракоша не обладала магическим взглядом и не могла рассмотреть ауру, этого и не нужно. Мне в очередной раз не повезло. Судя по стеклянному взгляду, человек тоже мало чем отличался от робота. А чего я хотела? Кто будет наблюдать за сонной столицей, уж точно не думающий главарь? Сделав аккуратный пропил вокруг стула наблюдателя, уронила часть пола вниз. Этот урод даже среагировать успел, вытащив пистолет из наплечной кобуры. Не ожидала от тормоза такой скорости. Ускоренная реакция противнику не помогла. Я быстрее. К тому же пистолет в хозяйстве не помешает. Тащить автомат, перемещаясь в туалет под наблюдением, не стоило. Теперь мне ничто не мешало выскочить в коридор и прихватить автоматическое оружие. Уже есть чем отбиваться в случае тревоги. Забравшись в комнату наблюдения, приступила к сбору трофеев, которых оказалось до обидного мало. Картинки экрана вписались на один слабенький компьютер, подключенный к непонятному устройству, занимавшему дальний угол помещения. Внешнего управления у электронного блока не оказалось. Вообще непонятно, как он управлялся. Я не обнаружила ни одного канала связи, что весьма странно, потому что экраны исправно показывали далекие картинки. Клавиатура имелась, но взламывать коды доступа некогда. Интуиция твердила, что времени до поднятия тревоги в обрез пришлось варварски выламывать накопители из корпуса компьютера. Не давало покоя непонятное устройство в углу комнаты. Обследовать его пространственным зрением не удалось. Непонятная защита укрывала внутренности, как вуалью. Пришлось запускать в корпус шоану. Ничего подобного в электронике не встречало. К сожалению, подробно исследовать чужую аппаратуру не получилось. Топот многочисленных ног от моего слуха межэтажные перекрытия скрыть не могли. Где-то сработала сигнализация. Недолго думая, разбила переднюю панель непонятного устройства и вырвала из внутренности странный блок с кучей кристаллов по рекомендации шоаны, отрезав перед этим плату от питания. Потом разберусь на досуге. Мне встречались в сети принципы записи информации на кристаллические структуры, но это была лишь теория, а я наблюдала такое устройство воочию. Пора заканчивать. Дальше задерживаться в доме опасно. Спрыгнула на нижний этаж и перебралась в туалет. Хорошо нацепила на себя дополнительный силовой щит. Едва высунулась в коридор, сразу получила пару пуль в защиту. Это несмотря на то, что я продолжала оставаться в лечении охранника. Что-то мы с дракошей просмотрели. Хозяин этого заведения имел дополнительную систему наблюдения. Обнаружив, что охранник влез в неположенное место, поднял тревогу. Ну что же, повоюем. Злость надо выплеснуть. Шуана показала, что кучка уродов нагло прется по коридору в мою сторону. Следует проучить. Высунула руку с пистолетом из двери и отправила веер подарков. Свист пуль прервал шаги в коридоре. Раздался грохот железа от ударов об пол. С дырами в глазах долго не побегаешь. Подготовка у бойцов оказалась на уровне. Пока стреляла, пара пуль чиркнула по щиту на руке. Высунулась в коридор. Аура у людей почти рассеялась. Судя по всему, здесь ночью остались лишь боевики, запрограммированные зомби. То-то они перлись всей толпой по проходу. На подходе слышали шаги очередной партии самоубийц. Сдернув с трупов несколько гранат, с небольшим интервалом забросила их за угол, где располагался выход к лестничной клетке. Невероятно, эти уроды даже не пискнули. Хотя покрошила их осколками гранат весьма основательно. Не нравятся мне эти зомби. Нужно сворачиваться. Интуиция уже вопит, что воевать не стоит. Внутренний голос игнорировать нельзя. Подсознание ошибок не дает. Раскидав по коридору дымовые гранаты, почему-то оказавшиеся у убитых охранников, покинула территорию дома, нырнув в катакомбы. Ой, как вовремя! Земля вздрогнула! Ничего себе удар! Меня покатило воздушным поршнем по подземелью, как кеглю. Не будь защиты, размазала бы по стенам. Позади грохнула так, что заложила уши. К очередному воздушному удару я уже подготовилась. Так что устояла и прикрыла щитом путь отхода. Не прогадала. Кое-где по сторонам просели под многочисленными обвалами галереи. Путь и карту подземелья хорошо помнила, так что выбралась из нижних проходов на воздух вполне нормально. Перед последним сифоном встретила Троя. Не удержался старик после отголосков мощного взрыва и помчался спасать напарницу. Заклинание ночного зрения еще действовало. Осмотрев мою грязную, но довольную физиономию, вор проворчал. По улицам несутся пожарные машины и полиция. Аварийные службы передали сообщение о мощном взрыве газа. Думал, уж никогда тебя не увижу. Нет, это не моя работа. Отрицательно покачала я головой. Хозяин этих уродов подорвал дом, чтобы замести следы. Людей там не было. Одни зомби в людских оболочках. Встречалось с такими раньше. Эрих прислал машину, ждет у выхода. Облегченно вздохнул старик, не обнаружив на мне видимых ран и повреждений. Внеочередной пакет информации. Караван снабжения нарвался на патруль. Обеспечение работ прервано. База Альфа раскрыта местными службами и потеряна. Основные следы стерты. Запущена операция прикрытия. Доказательства незаконной деятельности уничтожены. Жду указаний. Ответ. Работы в зоне Альфа прекратите до восстановления снабжения. Активизировать деятельность на базе Гамма. Ваши достижения оценены в один уровень. Желаю успехов!